Когда-то весь мир был одержим открытием новых земель. Каждый найденный остров, даже самый маленький и бесполезный, становился настоящей сенсацией и гарантировал первооткрывателю вечную славу. Но это происходило очень давно. Сейчас, когда любую точку на планете можно рассмотреть с космоса, загадки исчезли. Кажется, на земном шаре не осталось ни единого места, не изученного человеком. Сейчас мы живем с твердым убеждением, что Земля покрыта огромным количеством воды, разделяющей семь континентов. Но что, если мы умудрились не заметить в комнате слона? Недавно ученые обнаружили, что на самом деле континентов восемь. Поприветствуйте Зеландию и Тасманский континент. Пожалуй, самое выдающееся открытие на этой планете со времен путешествия к Антарктиде в 1820 году. Но сначала немного теории. Когда дело касается чего-то большого, ученые не могут его классифицировать. Помните случай с Плутоном, когда его лишили звания планеты? Точно так же и с континентами. До сих пор нет точного определения, что же это такое. Согласно Википедии, континент — это крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта океаном. Но какой клочок Земли считать крупным — предмет других споров. В свою очередь, континенты включают в себя материки — та часть, что возвышается над водой. Сегодня уже все материки досконально изучены, и, казалось бы, ничего нового на глобусе появиться не может. Тем не менее, непредвиденное открытие изменило ход событий, что сравнимо с неожидаемой развязкой в хорошем детективе. Ученые давно подозревали о существовании дополнительного континента. Геологическая структура островов Новая Зеландия и Новая Каледония показывала, что они могут находиться на одном затонувшем материке. Исследуя глубину океана вокруг Новой Зеландии, геологи обнаружили странную закономерность. Дело в том, что вся земная кора делится на две части — океаническую и континентальную. Океаническая состоит преимущественно из базальта, континентальная — из хорошо знакомого нам гранита. В ходе изучения участка в Тихом океане исследователи неожиданно наткнулись на гранитный слой, который по всем признакам мог принадлежать только затонувшему материку. Вскоре они обнаружили различные типы горных пород — вулканические, осадочные и метаморфические, которые никак не могли образоваться на дне океана. После попыток установления площади этой необычной территории выявился следующий странный факт. Оказалось, океанический пол вокруг острова Новая Зеландия находится на глубине тысячи метров, а затем начинается пропасть. Когда исследователи добрались до той самой бездны, результат их поразил. Океаническая кора лежала на глубине примерно три тысячи метров. Таким образом обнаружился первый признак континента — огромный диапазон его высот. От глубин океана до наиболее высокой точки Зеландии — горы Кука — расстояние 3724 метра. Вторым доказательством, свидетельствующим о Зеландии как отдельном континенте, стал анализ камней с морского дна. В течение последних 20 лет геологи доставали образцы из разных частей океана. Они выяснили удивительную вещь. Близлежащая океаническая кора состоит из базальтовых пород, возникших относительно недавно. А поверхность дна окружающего острова чуть далее включает в себя множество различных материалов, среди которых встречаются песчаник, известняк и гранит, что совпадает со строением любой подобной континентальной коры. И вот после десятилетий исследований специалистам посчастливилось определить границы и структуру скрытого материка. Для этого им пришлось прибегнуть к помощи спутников. Благодаря снимкам из космоса исследователям удалось уточнить карту, отображающую рельеф дна. Новейшие данные показали, что между Австралией и подводным горным массивом Зеландии находится узкая полоска океанической коры. Появление сей естественной границы имеет только одно объяснение. Процесс отсоединения этих площадей начался очень давно. Поэтому под Тасмановым морем спрятан не просто осколок Австралии. Итак, Зеландия является огромной территорией, скрытой под водой в юго-западной части Тихого океана. Новый материк схож с айсбергом. Мы можем наблюдать лишь маленькие клочки земли на поверхности, Новую Зеландию, Новую Каледонию, которая находится во владении Франции, а также несколько крошечных островов и рифов. Общая площадь видимой части континента – всего лишь 6%. Подводная часть Зеландии в основном состоит из разделенных относительно неглубоким разломом двух параллельных хребтов, превратившихся в плато. В возвышенности находятся на высоте около 1500 метров относительно морского дна. Практически повсюду на поверхности горных вершин происходили вулканические процессы. Если бы можно было поднять затонувший континент выше уровня воды, перед нашими глазами появился бы огромный массив, затмевающий своей красотой и разнообразием рельефа все горы мира. Правда, жить на вынырнувшем материке, скорее всего, не получится. В глубинах горы может спать достаточно магмы, чтобы превратить Зеландию в огромную копию печально известного города Помпеи. Когда же возник этот загадочный восьмой материк? Как и другие его старшие братья. Около 500 миллионов лет назад в южном полушарии существовал суперконтинент Гондвана, включавший в себя Антарктиду, Индию, Африку, Южную Америку, Австралию и Новую Зеландию. В эпоху Мезозоя, 150 миллионов лет назад, Гондвана начала постепенно дробиться. С течением времени на планете появились современные континенты. Некогда сплоченные Антарктида, Австралия и Зеландия разъехались в разные стороны, а на месте разломов образовались моря. Однако у Зеландии есть одно необычное свойство. Непосредственно перед распадом поверхность Гондваны подверглась значительным колебаниям, что привело к растяжению Тасманского континента. В свою очередь, увеличение площади материка существенно утончило слой континентальной коры. В отличие от более толстой коры других материков, поверхность Зеландии начала оседать, что и привело ее к постепенному уходу под воду. Как показали исследования затонувших плато, когда-то Зеландия была покрыта лесом, в частности соснами, возраст которых совпадает с юрским периодом. Также оказалось, что во время Ледникового периода большая часть Тасманского континента представляла собой наземную, а не подводную территорию. В 2006 году с морского дна удалось поднять челюсти ископаемого млекопитающего. Но по мере затопления материк вымирал, а частые извержения вулканов превратили все живое в окаменелости. Максимального уровня погружения материк достиг около 30 миллионов лет назад, и в настоящее время он медленно поднимается наверх. Это явление связано прежде всего с перемещением тектонических плит. По прогнозам, через десятки миллионов лет движение австралийской плиты разломит Зеландию напополам, что приведет к кардинальному изменению ландшафта. По сравнению с другими материками, Зеландия кажется карликом. Ее площадь не превышает 4,9 миллионов квадратных километров. Она не намного больше Индии и равна примерно половине площади Европы. Сейчас движение плит недавно обнаруженного континента вряд ли изменит карты сейсмологов или повлияет на риск возникновения глобальных катаклизмов. Однако ученые сходятся во мнении, что открытие необходимо срочно обозначить на всех мировых картах. Интересный факт. Группа ученых-первооткрывателей Тасманского континента является выходцами из этих Тихоокеанских территорий. Но их исследование навряд ли можно считать популистским. Модификация карты Земли способна изменить расстановку сил на мировой политической арене. Все просто. Экономические границы страны могут проходить вдоль ее береговой линии. В частности, это указано в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которая также учитывает фактические геологические рубежи континента, проходящие вдоль так называемых «континентальных шельфов». Признание границ нового континента автоматически увеличивает территорию, существующей на ней страны. Но это еще не все. Государство, которому принадлежит континентальная плита, имеет больше прав на разработку месторождений полезных ископаемых. Сегодня мир находится в поиске новых источников энергии. Учитывая, что когда-то Зеландия и Антарктида были частью целого, а в районе Южного полюса обнаружили гигантские залежи газа и нефти, восьмой континент может стать золотой жилой, ровно как настоящим спасением для нас. Но даже если Зеландия кажется бесполезной с точки зрения ресурсов, одно лишь доказательство ее существования перевернет науку. Оно даст новую информацию о движениях континентальной коры, станет дополнительным подтверждением теории дрейфа материков и поможет точно спрогнозировать, как изменится ландшафт Земли. А пока ученый мир ждет 2 марта 2020 года. Начало заседаний Всемирного геологического конгресса, на котором будет обсуждаться это революционное открытие. Скорее всего, комиссия согласится с выводами исследователей, а значит все карты и атласы изменятся навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok